МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недруги готовили для Трампа второе покушение, но не повезло, фортуна отвернулась. Как отвернулась она и от Зеленского. Путь в Швейцарию ему теперь заказан. Это новости сети Беларусь 4 Гомель. Михаил Садовский. В ближайшие 10 минут мы изменим привычный взгляд на новости. 15 сентября кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп вновь подвергся нападению. Второе покушение на его жизнь произошло в штате Флорида, где политик отдыхал в перерыве между мероприятиями предвыборной кампании. На этот раз охрана сработала куда лучше, чем 13 июля в Пенсильвании. Преступник даже не успел открыть огонь. Его быстро задержали сотрудники секретной службы. При этом Федеральное бюро расследования определило происшествие как попытку покушения. Трамп это уникальный человек в истории США. Он смог пережить два покушения, причем между первым и вторым инцидентом прошло всего два месяца. Вот уж действительно могучий Дональд скала на политическом Олимпе Штатов. Еще после первого случая многие эксперты в шутку говорили о том, что если бы стрельба в кандидата произошла чуть позже, то у Трампа не было бы шансов ноябрьские выборы проиграть. Получите, распишитесь, дубль два. Американские букмейкеры повысили шансы экс-президента США и кандидата республиканца Дональда Трампа на победу. На предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%. Официальные рейтинги отреагируют чуть позже, но уже понятно, что выборы в ноябре не будут игрой в одни ворота, победа демократов далеко не предопределена. Не могло обойтись события и без едких комментариев от фаворита Трампа Илона Маска. Американский предприниматель, комментируя в соцсети X повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, а почему никто не пытается убить демократов? И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу, написал миллиардер. Он также добавил, что несмотря на отсутствие попыток покушения на Джо Байдена, действующий президент штата в любом случае уже превратился в ходячий труп. С такой риторикой Маска будет абсолютно неудивительным, если в отношении него совсем скоро начнутся некоего рода процессуальные действия. Уже понятно, что для демократов на войне, простите, на выборах все средства хороши. К самому стрелку поразительно, но и тут есть украинский след. Гражданин Соединенных Штатов Райан Раут, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, оказался связан с украинским националистическим батальоном Азов. Об этом на своей странице в соцсети Икс рассказала член Конгресса США Марджери Тейлор Грин. Надеемся, Трамп после таких данных уже поставил такой жирненький минус в своем блокноте напротив фамилии Зеленского. Швейцария не планирует проводить на своей территории еще одну конференцию по Украине, пишет Таги Санцайгэ со ссылкой на МИД страны. В настоящий момент Швейцария не готовит второй саммит мира, ответили в Федеральном департаменте иностранных дел республики на соответствующий вопрос. Первая конференция по Украине состоялась 15-16 июня на территории швейцарского курорта Бюргенштоп. Швейцарцы хоть и придерживаются несколько антироссийского вектора во внешней политике, но иногда выдают толковую базу. То, что мертво умереть не может, вполне себе адекватное и понятное описание профанации под названием саммит мира от Зеленского. Швейцарцы просто решили не вляпываться в это сомнительное дельце, и еще раз потом еще клининг заказывать на место проведения этого форума. Кому еще хоть что-то сможет втюхо-зеленский, так это доживающему свой политический век Байдену. Владимир Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщает издание Билд, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. О своих планах представить план победы Украины Зеленский заявлял еще в августе. По информации Билд, в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Уточняется, что лидер Банковой посетит США в ближайшие недели. Также утверждается, что Зеленский хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием. Вот тут есть такой совсем маленький нюанс. Власти США в практичности швейцарцам не уступают. В Белом доме боятся, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой. Об этом пишет издание Политико. В статье отмечается, что риск поражения Украины нынешней зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности. Издание добавляет, что США не готовы позволить ВСУ бить по России своими ракетами. Обобщу. Ставки сделаны, ставок больше нет. Американский эстеблишмент больше не готов ставить на зеро. Читай Зеленского. Семь человек получили ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Мэш в Телеграм-канале. По его данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня в Эмпайе. В Белгороде зафиксировали прямые попадания по припаркованным авто и жилым домам. В домах также оказались выбиты окна и разрушены балконы. В ВСУ ударили по скоплению мирного населения. Новость, которая набила оскомину, как бы это страшно не звучало. Печальная реальность такова, что не бывает и недели, чтобы Киев не запустил кассетные снаряды в какой-то российский регион. К слову, есть данные, что ВСУ готовят мощнейшую информационную провокацию, но тут будут бить по своим. Украина с подачи США готовит провокацию с нанесением якобы российского ракетного удара по детскому учреждению. Об этом сообщила служба внешней разведки России в понедельник. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории больницы или детсаду с большим количеством жертв, говорится в сообщении. По информации СВР, при обсуждении провокации американскими спецслужбами и украинским военным командованием шла речь о привлечении к освещению провокации ведущих международных СМИ. Назвать то, что делает украинский режим сатанизмом, было бы оскорбительно по отношению к разного рода оккультным организациям. Большинство стран Евросоюза и Еврокомиссия поддерживают идею заморозить активы России сразу на 36 месяцев вместо шести. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на европейских дипломатов. Как передает газета, на встрече постпредов поднимался вопрос о продлении всех санкций против Российской Федерации каждые три года, а не полгода. Этот вариант представляется изданию наименее вероятным. То, что творит Еврокомиссия, только на бумаге называется заморозкой российских активов. На деле это воровство. Грабежи, разбой, отжим активов – привычная практика для флебустьеров Урсулы фон дер Ляйен. К слову, с заморозкой активов там вообще все крайне интересно. Европейская комиссия, возможно, представит в ближайшие дни постоянным представителям стран-членов Евросоюза свое предложение по кредиту для Киева на военную помощь с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. По кредиту. То есть евробюрократы хотят не просто российские деньги отжать. Они еще и придумали способ прокрутить финансы по счетам с получением выгоды, естественно. После официального внесения Еврокомиссии предложения оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием ЕК, Совета ЕС и Европарламента. Пока Урсула думает, как половче провернуть историю с рейдерским захватом активов России, где-то в Киеве грустит один Зеленский, грустит и обновляет баланс своего банковского счета. В Сенате США пройдут публичные слушания по делу об НЛО. Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джилибрандт сообщил в беседе с Daily Mail, что это приоритетное и очень важное мероприятие. Несколько дней назад очевидцы засняли на видео огромное НЛО с мигающими и вращающимися огнями в 100 километрах от ядерной базы ВВС США. Пока в Сенате США готовятся к важнейшему в истории Вселенной заседанию, я не шучу, дело ведь межгалактического масштаба в другой части штатов. В командировку собираются Фокс Малдор и Данна Скали, без них тут никак. На деле весьма опасно звучат тезисы о том, что около какого-то ядерного объекта американские военные наблюдают летающие тарелки, а с учетом того, что в США абсолютно легально можно купить разного рода веселящие вещества, так и вообще за будущее планеты страшное. Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галладет заявил, что инопланетяне на самом деле существуют и земляне не одни. При этом, по его словам, Пентагон хочет, чтобы информация об НЛО оставалась засекреченной и неизвестной. Конечно, не одни, иначе как объяснить тот космический уровень, на котором нейросети справляются с отрисовкой новостной картины дня? Это были новости сети. Михаил Садовский. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok